Утром не могу встать, вчера опять легла поздно, был какой-то поток энергии, а утром опять нет мотивации и сил что-либо делать. Если это хоть чуть-чуть похоже на вас, то скорее всего вы художник на фрилансе без дисциплины. Недавно ученица спросила меня, а как я выработала дисциплину, и я задумалась, почему бы не снять видео на эту тему, потому что сейчас как раз скоро осень, будет время работы, не будет времени гулять, потому что погода будет уже не такая теплая, и как раз нужно будет прокачивать дисциплину, чтобы работать. И также я задумалась о том, что я уже более 4-х лет художник на фрилансе, и за это время у меня выработали свои приемы и методы, которые помогают мне прокачивать дисциплину. Надеюсь, что они также будут полезны и вам. Как вы можете заметить, у меня немножко болезненный голос, я еще не выздоровела, но уже иду на поправку, решила не выбиваться из графика и все равно записать это видео, поэтому надеюсь, что мой гнузавый голос вам не помешает слушать информацию. Я, как все творческие люди, очень активная, идейная, резко чем-то заряжаюсь, но при этом есть огромный минус, я очень быстро отвлекаюсь. И причем это проявляется не только в диалоге, но и просто сидя дома, когда я пытаюсь сосредоточиться и работать, я могу отвлечься, просто зажечься какой-то идеей, что-то делать, погрузиться в это, а потом в один момент очнуться и понять, что я делала вообще не то, что мне нужно было делать сегодня. И в итоге такие порывы активности не приводят к какому-то результату. С самого начала я поняла, что так дело не пойдет, поэтому решила прокачивать дисциплину, брать какие-то методы, смотрела очень много видео и книг для того, чтобы уже наконец-то начать нормально работать дома. Сегодня мы пройдемся по четырем пунктам, которые мне помогают держать эту дисциплину дома, и это больше не про какие-то приемы по типу помидора, если вы знаете и так далее, это больше методы, которые помогают мне держать мотивацию. И я надеюсь, что такие методы помогут и вам. Ну что, поехали? Самое первое это красивое рабочее место. Для меня большую мотивацию дает красивое окружение вокруг. Это, как знаете, есть приемом романтизации жизни, я решила его использовать, когда вы стараетесь сделать вокруг себя все красивое, красиво садитесь, читаете книгу, рядом стоит у вас свечка, играет красивая музыка и так далее. Кажется, что зачем мне это все надо? Не знаю, как вам, но мне просто невероятно помогает этот прием. Это похоже на некие традиции, которых я придерживаюсь, когда я сажусь за свой красивый стол, у меня лежат красивые предметы вокруг, и для меня очень важно, чтобы мой стол, он отражал меня. Потому что сейчас, возможно, вы часто видели в Инстаграме, как у дизайнеров, у художников, одни и те же столы, одни и те же какие-то детали интерьера, одни и те же свечи. Также мне невероятно важно, чтобы место меня вдохновляло. Сейчас я рисую зачастую свои работы, которые связаны с морем, и заказы ко мне тоже приходят на данную тематику, и NFT свои работы я тоже рисую на тему моря, и также работы маслом. Поэтому, конечно же, меня вдохновляют ракушки, которые лежат у меня на столе, хлопок, который я очень люблю жамкать, он успокаивает. Неркало для сторис, но по большей части я его использую для того, чтобы смотреть какие-то позы, поворот лица, чтобы нарисовать это на своих картинах, фоторанка с моими ценными фотографиями семьи, обязательно цветы, я их сейчас очень сильно полюбила, скетчбуки, мои картины, и все для того, чтобы я хотела сидеть и работать в этом красивом месте. Вы можете подумать, легко тебе говорить, у тебя красивая квартира, тебе легко все здесь выставить, и все будет отлично. Вот поверьте мне, я больше двух лет жила в очень некрасивой квартире, со старыми советскими облезвыми обоями, и мне, конечно же, было очень тяжело находиться в таком месте, тем более мы художники, мы очень чувствуем глазами, и я решила, что я так не могу постоянно ездить в какие-то кофейни, выезжать и работать не дома, мне все-таки хочется иметь свой уголок. Я взяла, ободрала обои, заштукатурила стену, покрасила ее в белый цвет, мы купили с парнем мне стол, полку, поставили небольшие детали, кстати, стол мне обошелся всего лишь там 3-4 тысячи, это очень-очень дешево, при том, что он очень качественный, поэтому если у вас есть деньги, вы можете выделить бюджет и оформить свое рабочее место. Также я стала еще больше обставлять свое место, какие-то картины, распечатывала свои работы, чтобы они меня вдохновляли, и я сидела просто, отворачивалась от всей этой квартиры, и сидела в своем красивом мирке для того, чтобы вдохновляться и творить. Я точно могу сказать, что вложить деньги в свое рабочее место, в свое окружение, это окупится, это инвестиция в свой будущий заработок, потому что, во-первых, это съемка контента, во-вторых, это вдохновение вас, что вы сидите и работаете в красивом месте, и, следовательно, мы хотим рисовать еще больше из-за этого. К этому пункту я хочу добавить еще небольшие традиции, которых я придерживаю для того, чтобы сесть и начать работать. Самое первое, это, конечно же, чашечка кофе. Наливаю себе свежезаваренный кофе, горячий, с молоком, ставлю в красивую кружку и начинаю работать. Также, конечно же, включаю любимую музыку для настроения, она очень заряжает. И, конечно же, я работаю не в той одежде, в которой я спала, потому что все-таки есть это ощущение, что ты сидишь в пижаме такой расслабленный, а здесь все-таки нужно немножечко сосредоточиться и начать работать. Ну все, отлично, мы сделали свое красивое место, или оно у нас есть, что же дальше? Цели и задачи. Этот пункт я делаю очень часто, потому что, опять же, по моей натуре, из-за того, что я часто отвлекаюсь, я всегда сажусь и прописываю свои цели на год, на 5 лет, на 10 лет, вы можете выбрать любую дату и пишу то, чего я хочу достичь. Причем, я не пишу в формате «я хочу быть богатой», все-таки важно цели ставить реальные, которые ты, правда, будешь достигать. Например, я хочу выполнить 100 заказов за этот год, я хочу продать 10 NFT, я хочу заработать на что-то такую-то сумму, я хочу сделать то-то. И, на самом деле, этот способ очень сильно работает, потому что я могу вам привести пример моих целей, которые я ставила. Это было вроде бы в прошлом или в позапрошлом году, немножечко я запуталась, но я поставила себе цель купить макбук на заработанные деньги с продажей NFT, участвовать, начать участвовать в NFT-выставках и организовать собственную NFT-выставку. Тогда, когда я только ставила эти цели, мне казалось, это все так далеко, как к этому вообще прийти? Но я села, записала эти цели, и затем каждую из своих целей я стала разбивать на задачи. В итоге, купила макбук, организовала выставку и стала участвовать в NFT-выставках. Москва, Париж, Нью-Йорк. Давайте приведу пример, как я это сделала с организацией собственной выставки. Я расписала такой план. Сейчас я его буду читать с ноутбука, потому что я не совсем его помню. Номер один. Найти команду, которая этим заинтересуется, пообщаться с разными людьми. И в течение месяца я стала организовывать NFT-завтраки, приглашать новых людей и рассказывать им о своей идее, о том, что я хочу организовать выставку. Далее, сходить на выставки в городе, которые уже есть. Посмотреть, как они организуются. И это правда так и было. Я нашла девушку Женю, художника. Мы с ней в Владивостоке стали ходить по выставкам и смотреть, как это все у нас в городе проходит. Дальше, прописать с командой четкий план, как мы это видим. Было все точно так же. Мы сидели и прописывали абсолютно все, что нам необходимо сделать по этой выставке. Далее, я нашла контакты людей, которые помогут реализовать помещение, место и технику. Далее, написать людям, предоставить им готовый план с макетами и выгодами нашего мероприятия. И далее, начать организацию выставки и так далее. Этот план был достаточно большой. И, посмотрите, из цели организовать выставку в какой-то такой далекой, я преобразовала ее в готовый план, как это конкретно сделать. То есть, какие действия, какие задачи мне нужно сделать, для того, чтобы эту выставку организовать. И, таким образом, эти задачи я раскидывала на свои обычные дни, на свои обычные задачи. Допустим, в один день списаться там с тем-то человеком, в другой день пообщаться по поводу помещения, в другой день сделать что-то другое. И, конечно, таким образом, свои цели достигать намного проще. Также вы можете расписывать и другие свои цели. Допустим, получить 100 заказов, что для этого нужно сделать. Приписать контент-план, сделать какие-то посты, списаться по бартеру. Очень сильно рекомендую данный пункт сделать постоянно, особенно, если вы чувствуете, что вы не знаете, за что взяться, куча идей, а в голове какая-то каша. Вот возьмите, пропишите цели и затем пропишите задачи. Из этого пункта мы можем вывести следующий пункт, который помогает прокачивать дисциплину, это иметь свой график. График работы, график задач, график, просто график. График — это вообще основа дисциплины, мне кажется. Двигаться на вдохновение и мотивации, конечно, здорово, но далеко это вас не приведет. И это я опознала на собственном опыте, поэтому всегда нужно составлять свой график работы. График работы помогает, когда есть вот это вот вдохновение, мы сидим трех ночи, утром мы не можем встать, и все это превращается вот в такое вот колесо-колесо, рутину, и мы не можем из нее выбраться, и продолжаем постоянно. Вставать поздно, ложиться поздно, у нас плохое настроение, мы не можем работать. Поэтому я составила себе график работы, еще когда я только начала рисовать и училась в университете, я раскидывала свои задачи, если у вас есть работа или у вас есть учеба, вы также вносите это в свой график. Свой день я планирую так, 8.00-9.00 у меня подъем, я иду умываюсь, делаю патчи под глаза, либо маску, какой-то уход, затем я иду готовлю завтрак, пью кофе, беру свой кофе и иду за стол. Там я начинаю свой рабочий день, и вначале я выполняю какие-то серьезные задачи по типу заказов, которые нужно сделать срочно, проверка домашек и так далее. Вообще на телефон не отвлекаюсь. Мне повезло, я из Владивостока, поэтому когда я утром просыпаюсь, Москва еще спит, и я могу выполнить какие-то задачи, пока у вас ночь. Далее обязательно в 12.30 у меня спортивная тренировка, сейчас я занимаюсь дома, дальше в 13.30 обед, в 14.00 я продолжаю работать, но уже с телефоном начинаю рисовать, снимать контент, общаться, рисовать, двигаться вот на такой творческой вдохновленной энергии, и на такой, которая была в 10 часов, потому что тогда, конечно, это работа вот конкретная, такая за столом, за ноутбуком. В 14.00 я работаю до осени вечера, и в 7 вечера мой рабочий день заканчивается. Я иду, готовлю ужин, затем мы кушаем с парнем, и у меня начинается период какого-то хобби, это либо вязание, я сейчас вяжу себе летнюю одежду, чтение книг, это либо вышивка, либо я даже могу порисовать, но рисование это не рабочее, а что-то творческое. Ну и в 11.00 я уже иду спать, 11.00-11.30. Получается, что мой рабочий день начинается в 10 и заканчивается в 7, с перерывом на спорт и обед. И такой график мне невероятно помогает работать, потому что я конкретно знаю, в какое время мне нужно делать задачи, и днем я стараюсь не отвлекаться на какие-то другие вещи. Конечно, это такой идеальный день, когда я сижу дома, но в этот график также вставляются и какие-то встречи, какие-то поездки в город, какие-то выставки, на которых нужно пообщаться, и другие рабочие дела. И также подъем в одно и то же время, и одно и то же время, когда мы идем спать, тоже очень помогает дисциплине, потому что, как я уже сказала, когда мы встаем все разбитые, хоть кто может говорить, я сова, мне нужно ложиться поздно, пожалуйста, ложитесь поздно, но старайтесь сделать это в одно время, потому что все-таки мы люди, у нас есть свои биоритмы, мы привыкаем к каким-то ритмам конкретно в нашей жизни, это подъем в одно и то же время, и это, конечно же, и вставать в одно и то же время. Маленький, наш организм привыкает, и мы уже понимаем, в какое время нам нужно работать, а в какое время нам нужно отдыхать. Я не говорю, что нужно вставать в 8 утра и ложиться в 11, все-таки у вас свой график, подстраивайте его под свой, но все-таки очень рекомендую сделать это в одно и то же время. Как вы могли заметить, в моем графике также присутствует спорт, и спорт невероятно важен для прокачки дисциплины, потому что занятие спортом, во-первых, дает нам гормон счастья, вырабатывает его, во-вторых, мы начинаем какое-то движение делать, активничать, потому что мы целый день сидим за столом, и все-таки спина начинает болеть, болит спина, у нас портится настроение, болит голова, и мы уже не можем так сосредоточенно работать, поэтому все-таки вот такой вот перерыв на спорт невероятно полезен. Я это стараюсь делать каждый день, заниматься либо растяжкой, либо заниматься силовыми тренировками. Раньше, когда я жила в другой квартире, я ходила на занятия в студию фитнеса. Сейчас мне далеко ездить, время на дорогу я тратить не хочу, поэтому я купила себе резинки, купила красивый коврик, у меня есть специальный валик, и я на нем занимаюсь. И знаете, как приятно, когда ты утром поработал, потом пришел, лег на этот коврик, покатался на валике, позанимался, встаешь, и у тебя просто уже совсем другое ощущение, ты уже можешь двигаться, намного проще сосредоточиться на своей работе. Поэтому я вам очень рекомендую делать перерывы какие-то спортивные, на растяжку, либо вы любите другим спортом заниматься, но обязательно в течение дня. Даже просто попробуйте, встаньте, попрыгайте, попрыгайте, поприседайте, и у вас уже будет лучше настроение, и вам уже будет намного лучше работаться. Давайте еще раз посмотрим на мой план, по которому я двигаюсь для того, чтобы развивать дисциплину. Первое, это красивое рабочее место, которое я постоянно убираю и стараюсь украшать, добавлять какие-то новые детали для вдохновения. Это цели и задачи, которые я прописываю постоянно. Это график работы, работаю в конкретное время, отдыхаю в конкретное время, встаю и ложусь в конкретное время. И, конечно же, спорт. Физическая активность, которая помогает просто двигаться. Особенно, знаете, вот еще про физическую активность, когда ты позанимался, особенно это силовая, ты встаешь, и у тебя просто такой прилив сил, такая энергия, и ты думаешь, если ты только что смог позаниматься по такой тренировке, то ты можешь же вообще все сделать. Ты можешь снять любые видео, нарисовать любые иллюстрации, любые портреты, потому что сейчас только что сделал это, значит, это вообще легкотня. И здесь же, конечно, важно, что я это делаю не один день, я это делаю постоянно, постоянно-постоянно привыкаю к этому, и моя дисциплина, она уже выработана так, что я знаю, я встаю, я иду работать, делаю то-то, то-то, затем спорт, затем опять занимаюсь, потом отдых. Мне очень интересно, какие приемы также используете вы, какие методы помогают вам, и может, какой-то из моих методов вам понравился, и вы будете его использовать. Напишите, пожалуйста, в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь, скоро будет еще больше видео на тему NFT, продвижения цифрового художника и его жизни. Всем пока, увидимся в следующих видео.